Итак, приступим. Сегодняшняя наша тема называется объекты. Объекты в JavaScript. Перед тем, как перейти к объектам, спрошу вас, что вы подразумеваете на данный момент под словом объект? Когда вы слышите это слово, с чем оно у вас ассоциируется? Не говоря о программировании, вообще, что такое объект? Вот объект, вот объект, там объект, все есть объект, да, то есть все, что нас окружает является объектами. В программировании же объектом является некая модель чего-либо реального или абстрактного. То есть объект это некая абстракция, которая характеризует комплексное понятие. Возьмем пульт. Я вам скажу, пульт это объект. Объект содержит первый ряд характеристик, описывающих его, правильно? Второе ряд действий, которые можно с ним совершить, так? Ряд характеристик, описывающих объект, принято называть его свойствами, а ряд действий, которые с ним можно совершить, методами. Вот, собственно говоря, и все это понятие. Красивое определение звучит так. Некая сущность в виртуальном пространстве, обладающая определенным состоянием и поведением, имеющая задное значение свойств и операции над ними, да? Звучит страшненько. А на самом деле все намного проще. То есть это что угодно, описанное с помощью программного кода. Но, естественно, для их описания существует специальный синтаксис. Начнем мы с создания пустого объекта, который ничем не характеризуется и ничего не умеет. Так называемый пустой объект. В данном случае вы видите два варианта того, как можно взять и создать просто пустой объект. Как я уже сказал, такой объект ничего о себе не знает, так сказать, и такой объект ничего не умеет. Бесполезный объект, проще говоря. Согласны? Поэтому мы дальше сразу же переходим к непустым объектам. Для того, чтобы описывать свойства объекта, используют следующий синтаксис свойства, двоеточие, значение этого свойства. Например, вот создается новый объект, записывается в переменную о. На самом деле, правильнее сказать, что не вот это о, это объект, а все, что находится в фигурных скобках вместе с ними целиком, является объектом. Вот так будет правильнее сказать. Просто мы этот объект записываем в переменную о. Каждое свойство описывается внутри этих фигурных скобок просто его именем. Видите, скобки никакие ставить не нужно. Хотя, на самом деле, можно. То есть, никто не запрещает взять имя свойства в скобке, но обычно так не делают. Значение этого свойства описывается после двоеточия. Значение может быть любое. То есть, это в примере здесь строка, да, то есть, title hello. Объект у нас имеет свойство title, значение которого hello. Понятно? Если свойств у нас много, они разделяются запятыми. То есть, вы видите, у нас свойства title hello, свойства count 5, флаг есть, да. Вопросы? Вопросов нет. То есть, мы составляем такую вот составную конструкцию, описывающиеся рядом значения, каждое из которых мы называем свойством, да. Каждое свойство в этом объекте как-то его характеризует. То есть, характеризуют его заголовок, допустим, не знаю, количество чего-то в нем. Допустим, количество батареек для питания пульта, так сказать. И флаг, допустим, включен, выключен у нас может быть. То есть, имена свойств могут быть произвольными. Надо помнить одно правило, они не могут начинаться, ну, имена переменных. То есть, такие же правила, как для имен переменных. Не могут начинаться с цифрой, не могут содержать пробелы и так далее, и тому подобное. Понятно? Свойства какие-то зарезервированные? Не-не-не, произвольные. Дайте волю своей фантазии. Разница лишь в том, что когда мы храним просто несколько переменных, они между собой не связаны. А так они сгруппированы в одно целое. Понятно, в чем идея? То есть, мы характеризуем одну сущность одним комплектом характеристик, сгруппированных между собой. В принципе, объект можно немножко сравнить с массивом. Почему? Потому что, так же, как и массив, он может хранить несколько значений. Но основным концептуальным отличием является то, что значения имеют не номера, как в случае с массивом, а имена. То есть, имена наших свойств. Далее, давайте посмотрим, как обращаться к нашим свойствам. Обращаться к свойствам можно двумя способами. Либо через точку, либо используя квадратные скобки и передавая имя свойства как строку. На самом деле, основным способом обращения является первый. Второй используется лишь в том случае, когда имя свойства заведомо неизвестно и передается в качестве переменной. Понятно? Вопросы? Ну, нельзя. Вот это неправильное имя свойство. Так вообще не должно быть. Да, ну по-хорошему, я же говорю, такого не должно быть. Такого не должно быть. Это заведомо неправильный подход. Вопросы вот есть какие-то? То есть, мы свойства можем как прочитать, так и присвоить. Так же самое, как и элемент массива. Как я уже сказал, чем-то оно похоже. Так, свойства можно удалять, используя директиву delete. После этого свойства будут иметь значение undefine. Так, тут вопросы есть? Тоже вопросов не слышу. Будем надеяться, что их нет. Я вам про этот цикл раньше рассказывал? Цикл для перебора ключей. Нет, не рассказывал. Этот цикл применим как для объектов, так и для массивов на самом деле. В качестве кей сюда будут попадать ключи. В случае с массивом будут попадать индексы, в случае с объектом будут попадать именно свойства в виде строк. Именно в этом контексте является актуальным использование квадратных скобок. Понятно? Тут есть какие-то вопросы? Да, нет. Ну, вы говорите чуть-чуть. Давайте ввести диалог, а не монолог. Далее. То есть мы поговорили про свойства, хочется проговорить про методы. Под понятием методом подразумевается функция, которая принадлежит классу или объекту. Что это означает? Что эту функцию можно вызвать только для данного класса или только для объекта этого класса. В случае, если функция принадлежит самому классу, ну, об этом мы дальше поговорим. Простите, у меня что-то голос теряется. Если функция принадлежит самому классу, ее принято называть статической. То есть статический метод. Если объекту, то это просто метод, обычный метод. Понятно? Как охарактеризовать метод в принципе? То есть вы уже с ним сталкивались? Возможно, кто-то уже догадался, что методы являют из себя. Возможно, кто-то еще не знает. Но, когда мы использовали строки, мы ставили после них точку и вызывали какую-то функцию. То есть это не просто функция, это функция, которая работает только со строкой. Правильно? Когда мы использовали массивы, мы после них ставили точку и вызывали какую-то функцию. Опять же, эта функция работает только с этим массивом, на котором она вызвана. В этом случае это не функции, правильно говорить. Это методы. Это методы массивов и методы, соответственно, строк. По сути, метод может содержаться в любом объекте. Да, массивы и строки в JavaScript являются объектами. То есть внутри них, да, хранятся значения, но у них содержится еще ряд методов, ряд дополнительных свойств. Например, у массива, у строки, вы знаете, есть свойство Lens, которое можно свободно получить. Понятно? Хорошо. Как же, собственно говоря, добавить метод нашему объекту? На самом деле, очень просто. Вы знаете понятие анонимная функция. Достаточно анонимную функцию записать в одно из свойств объекта, и мы получаем уже метод. То есть, если я записываю свойство getTitleHTML, какую-нибудь функцию, вот такую, как здесь приведено, да, это как я ее буду вызывать? Я буду говорить о getTitleHTML. В этой переменной, в этом свойстве уже записана функция, значит, ее можно вызвать. Правильно? В данном случае, обратите внимание, функция принимает параметр и выводит его, обращенный в текст H1, да? Соответственно, ну, не очень хорошая практика. Это показано, как описать метод снаружи, да, можно и так сделать. То есть, разницы по большому счету никакой нет. Так же самое, как и свойства, объекту можно добавить уже потом, на лету, так сказать. Если у него их раньше не было. Понятно? Хорошо. Вызов метода осуществляется вот таким вот образом, это вы уже, я думаю, поняли. В этом случае нам в этот метод нужно передавать параметр. Но по-хорошему, по-хорошему, метод должен знать все про объект и иметь возможность достучаться до любого из его свойств. Возникает вопрос, как это возможно. Возникает вопрос, как это возможно. А возможно это благодаря такому замечательному волшебному слову, которое называется this. В данном примере, getTitleHTML уже не принимает ни одного параметра, да. Вместо этого он у нас будет получать значение свойства title. Работает это следующим образом. This это такая переменная, которая является ссылкой на сам объект. То есть, грубо говоря, это и есть тот объект, в котором она написана. Это первое приближение. На самом деле, this в JavaScript очень тонкая штука. И требует отдельного, скажем так, внимания. Но в первом приближении this это тот объект, в котором он написан. Понятно? Соответственно, если this это o, тогда this.title это то же самое, что o.title. Понятно? То есть, по сути, getTitleHTML у нас свойства новые. Да, и мы его формируем, используя функцию, вызывая, ну, так, подхватывая свойства и наши виды. Да, да, да. То есть, это свойства, в котором записана функция. Тут понятно? Вопросы? Вопросов нету? Ну, если вопросов нету, тогда я листаю дальше. Не, я не спешу листать дальше. Дальше я потом полистаю. Но сначала немножко все-таки хочется вам показать этого всего вживую. Потому что дальше у нас там еще очень интересный материал. Давайте создадим новый проект. Файл new project. Пускай будет phpmt project. И я его назову js. Js. Пускай будет сразу уже 10, потому что у нас на самом деле 9 уже есть. js10, и мы назовем его как? Object. Абсолютно верно. Object. Ну, ничего страшного. Поймем. Да, я на гид буду заливать, переименую, если что, ничего страшного. Object. Так, создадим здесь новый javascript файл. И назовем его one. Итак, давайте создадим объект. Я сделаю так. Так, что это такое? Я сделаю let. Вася равняется объект. Что у нас описывает Васю? Имя. Давайте такое свойство мы сделаем. Name. И значение у него будет не просто Вася, а Василий Пупкин. Так. Потом, что у нас умеет Вася? Например. Вася у нас вечный студент, он умеет учиться. Мы делаем метод start. Study. Начать учиться. И записываем сюда не что иное, как функцию. Ну, и Вася у нас ленивый студент, да? Поэтому он скажет console.log ThisName плюс Учиться не будет. Так, почему-то после переключения языка никогда не набирается первая букву. Да? Давайте теперь испытаем нашего Вася. Я скажу, Вася. А ну-ка, давай начинай учиться. Да? Так. Запустим. Правая кнопка. Run one.js. Вася Пупкин учиться не будет. Так, тут есть вопросы? Кстати, попрошу обратить внимание, это очень важный тонкий момент, что если вы здесь захотите использовать стрелочную функцию для описания, получится небольшой казус. Стрелочные функции не захватывают ZIS, и этот код не работает так, как необходимо. Поэтому будьте осторожны с этим моментом. Запомните это правило, что стрелочные функции не перехватывают ZIS. Это очень важный момент. Они в объектах могут? Не работают вообще здесь, или не только ZIS? Не, они работают, они не захватывают ZIS. То есть, вы же видите последствия? Undefined учиться не будет. То есть, ZIS у него будет window. А, это уже другой разговор. Но это же неудобно. В нем ZIS сейчас будет window, на самом деле. Ну, в данном случае global, потому что это нода. Это нода, небольшое различие есть. То есть, здесь используйте классические функции при описании методов. Это ваграмент. То есть, у нас уже получился Вася, который что-то умеет, что-то делает. Достаточно простой пример. Я думаю, ничего в нем и для вас сложного нет. Можно также сделать, например, console.log и получить Вася.name. Получить просто его имя. Сохранить, запустить. Ну, видите, то есть, все работает. Ну, да, это хорошо, это все классно, но один объект сам по себе чаще всего является бесполезным. Не всегда. То есть, есть часть случая, достаточно большая часть, когда применение таких вот объектов самостоятельных весьма обосновано. Когда он передается в качестве параметра. Например, параметр с настройками чего-либо. Понятно? Тогда это весьма обоснованно. В остальных случаях, то есть, когда этот объект никуда не передается, ничего не делает, ну, тогда это бессмысленно. Также это имеет место когда. Когда нам действительно нужен только один объект. То есть, мы хотим как бы инкапсулировать. Слово инкапсуляция. Мы о нем еще поговорим. Ну, само понятие инкапсул, да? В одно целое. Слово понятие объекта подразумевает понятие инкапсуляции. То есть, ряд данных сгруппированы в один черный ящик. Об этом мы тоже еще поговорим. Что за черный ящик, что за принцип черного ящика. И... Что я хотел сказать забыл? Прекрасно. Простите, виноват. Ну, один объект. Да, зачем мы его используем? Да, когда он может быть использован. Например, у нас есть объект, который позволяет нам делать аяк запрос. То есть, нам не нужно 10 таких объектов. У нас будет там куча функций для этого, какие-то дополнительные параметры. Нам не нужно там 10-20 объектов. Нам достаточно одного, в котором будут храниться вот эти вот базовые вещи, связанные с этой группой действий. Например, у нас есть такой вот, ну, в будущем будем еще разбирать, глобальный объект, который называется JSON. У него есть пара методов. Метод parse и метод string file. Потом мы поговорим, что это и зачем. Мы к нему вернемся, поверьте мне. И вы еще будете проклинать этот момент. Потом узнаете, почему. Не знаю, на самом деле вещь очень простая, но почему-то в первый раз всегда заходит очень тяжело. Парс? Нет, парс это ерунда. Аякс, как таковой. Когда мы будем это использовать, это будет Аякс. Это та вещь, которая вообще сама по себе очень простая, но первый раз знакомство с ней почему-то всегда полезное. Не знаю, так сложилось исторически, что в такой группе не замечаю, и первый раз никому не заходит. Я раньше такого не говорил. И все равно не работал. Да, поэтому я думаю, может, предупредить. А может, они лучше после этого. Может, вы морально подготовились. Так. Теперь касательно того, а что есть нам нужно много одинаковых объектов. Давайте рассмотрим ситуацию. Она у меня в презентации здесь показана, которая теоретически может у нас возникнуть. Допустим, мне нужна куча студентов. Мне что, каждый объект заново описывать? Особенно себе нужно 50 штук. Не камильфо, да? Явно видно, что один и тот же код, в частности, методы, да? Простите. Это я уже поспешил забегать как раз туда, куда нам надо дальше. В частности, методы у нас дублируются. Видно? Здесь, здесь. Методы одинаковые. Как-то куда-то бы это все соединить? Не, нельзя. Через эту туру. Как же это сделать? Для этого есть такое понятие, как класс. По определению класс, как вы видите, разновидность пользовательского типа данных, характеризуемая способом своего построения. То есть, класс это создание типа данных. То есть, сам по себе он является типом данных, который описывает, как же нужно делать объекты. Когда мы говорим о понятии класс и говорим об объекте, давайте приведу вам такой пример. Допустим, у вас есть, не знаю, у вас есть помещение, да? Помещение это объект. И у вас есть какие-то ровшаны джамшут, которые делают это помещение. Вот ровшаны джамшут это класс, который делает помещение. Их может быть потом в результате этих помещений столько, сколько нам потребуется. Да? Вот так же само класс. Это такой вот у нас есть работник, который наши объекты делает. Понятно? В джаваскрипте исторически сложилось так, что понятие класса тесно связано с понятием функции. То есть, понятие класса в джаваскрипте отождествляют с понятием функции конструктора, который, которая строит новые объекты. Как же это выглядит? Рассмотрим сначала пример в целом, не говоря об его подробностях. То есть, у нас есть какой-то класс студент, мы создаем новый объект этого класса, и уже получаем готовый объект. Теперь давайте поговорим об этом немножко подробнее. То есть, как я уже сказал, класс это функция конструктор в джаваскрипте. Эта функция, соответственно, описывает то, как необходимо построить объект. При этом, при создании этой функции, ключевое слово this используется как идентификатор нового создаваемого объекта. То есть, представьте себе, что функцию передали this как пустой объект, и наша задача его заполнить свойствами и методами, которые нам необходимы. Понятно? Да, нет? Ну, то есть, когда я пишу this name равняется nm, в этот новый объект добавляется свойство name равное nm, а nm это аргумент функции, который идёт здесь. То есть, он может прийти снаружи, это значение. То есть, у нас будет создаваться новый объект со свойством name, в которое будет записано значение nm. То есть, мы для создания объекта как бы вызываем эту функцию, передаём в неё аргументы, а она строит объект. В качестве объекта, который мы строим, выступает this. То есть, мы пишем this точка какое-то свойство равно тому-то, this точка какой-то метод равно тому-то. Понятно? То есть, буквально, это функция, которая построит наш объект. Всё достаточно просто и, ну, я думаю, надеюсь, понятно. Надеюсь, понятно. Только эту функцию надо не просто вызывать, как мы обычно вызываем функцию, да? Эту функцию вызывают, используя ключевое слово new, операция выделения памяти. Ключевое слово new и говорит нам о том, что когда вызывается эта функция, необходимо создать пустой объект и отправить его в эту функцию в качестве this. а потом этот объект как раз и вернётся на место этой операции new. Понятно? То есть, именно это и отличает создание объекта от простого вызова функции. Какие тут есть вопросы? Что, никаких вопросов? Так, то есть, вот такая запись приведёт к тому, что в ст будет записан объект, у которого будет одно свойство name, и чему оно будет равно? Василий. Да, то есть, сюда пришло слово Василий, оно записалось в this name, да, то есть, свойство name. И таким образом у меня получился объект, у которого есть одно свойство, name с значением Василий. Понятно? Описание методов, как я уже сказал, так же самое, просто мы берём и в какое-то свойство записываем метод. Сложно? Да, нет. Что? Сейчас покажу. Ну, get name обратно записали this name. Ну, get name будет просто возвращать имя. Да, ну. Есть там пара моментов о правилах хорошего тона и так далее. Конечно, сейчас это выглядит странно для вас. Со временем поймёте, что так писать правильно. Особенно, когда мы придём уже к пяшке. На пяшке вы поймёте, почему правильно делать доступ через функции. На самом деле, я могу даже сейчас немножко сказать, дело в том, что функцию можно дополнить. То есть, там может быть не просто присвоение, а может быть какие-то дополнительные действия. Не просто получение, а какое-то изменение, опять же, этого свойства перед тем, как оно вернётся. То есть, например, мы можем сделать name-surname и сделать метод getFoodName, который вернёт склеенное имя и фамилию. Понятно? Так. Это такой вот теоретический материал, которого нам на сегодня достаточно, потому что если будет больше, будет тяжело. Это я вам гарантирую, уже будет тяжело. После появления этого материала. Итак. Итак, и так, и так. Напишем функцию human давайте. Вернее, конструктор. А если бы точным, то класс. Есть такое правило. Когда мы именуем обычные функции, мы их именуем с маленькой буквы. А функции конструкторы или классы по-другому мы именуем с большой буквы. Тем самым мы подсказываем себе, что мы пишем класс. Понятно? То есть, я делаю function, называю её human. Тем самым я говорю, что я создаю класс human. Для создания humanа мне нужно принять что? Я буду делать... Ну, я вот так назову name. И нижнее подчёркивание. Surname. На самом деле, имена могут совпадать с именами свойств. Я просто даю такие имена, чтобы вы потом не путались, где что. Делаем this name. Равняется нижнее подчёркивание name. This surname. Равняется нижнее подчёркивание surname. Так. Сделаем как какой-то метод. Я сделаю this show info. Показать информацию. Показать информацию у нас... Так, равно function я написал. У нас будет делать что? Он будет делать console.log и будет выводить слово human. Открываются квадратные скобки. пробел плюс this name плюс пробел запятая... А, пробел просто плюс пробел, да? На мне нужно запятая. Плюс this surname. То есть он будет выводить вот такую вот красивую строчку, так сказать. Давайте испытаем и создадим хьюмана. Я сделаю let h1 равняется new human. Кого мы создадим? Ну, конечно же, это будет Василий Пупкин. Так. И мы скажем h1 показать информацию. Покажи информацию о себе. Давайте запустим. И мы видим, что у нас вывелась human, Василий Пупкин. То есть объект был создан. У него добавились вот эти два свойства, да? И у него добавился метод. То есть если мне нужно создать еще один такого типа объект, я просто пишу let, например, h2 равняется new human у нас будет Иван Иванов, да? Иван Иванов. И здесь я делаю h2 show info перезапускаем. Как видим, второй human у нас Иван Иванов появился. Есть ли тут вопросы у вас какие-то? Так. Все понятно? Объекты на самом деле дарят нам очень хороший уровень абстракции от написания кода с помощью переменных. То есть мы уже думаем скажем так, на уровень выше. Мы не думаем о том, что в этой переменной тройка, в этой десятка, в этой пятерка. Да? Мы уже думаем о том, что у нас есть целая комплексная единица. И это очень классно. Еще хочется сделать такое интересное замечание касательно объектов программирования. Если же в обычной жизни, так сказать, в обычной жизни, когда мы работаем с объектами, мы что-то с ними делаем. Правильно? То есть, например, если у нас есть задача пожарить яичницу, мы должны разбить яйца, вылить на сковородку, соответственно, помешать, включить, выключить газ. Нет, в программировании все не так. В программировании объект сам делает действия над собой. Это главный принцип такой концептуального отличия. То есть, вместо того, чтобы руками все делать, мы должны научить яйца разбиваться, прыгать на сковородку и жариться до готовности. Это называется яичница по-программистски. Понятно? То есть, концепт того, что объект является самодостаточным и сам все делает. Мне нравится очень модель объекта, это модель кофеварки. Кофеварки, ну, не обязательно кофеварки, стиральная машина, то есть, любой бытовой прибор, в котором есть внутри много сложной электроники, и мы туда не заглядываем вовнутрь. Чтобы им пользоваться, достаточно нажать на кнопочку, вызвать метод. Объект дальше все сделает сам. Понятно? То есть, это и есть концепция объектов в программировании. У нас есть что-то снаружи, у нас есть какие-то свойства методы, которые мы дергаем, и когда мы работаем с самим объектом, то есть, когда мы пользуемся стиральной машиной, мы не берем отвертку, не разбираем ее, не снимаем оттуда, скажем так, платы, схемы, и явно не делаем новую прошивку. Правда? Нам достаточно нажать на одну кнопку. Тот же принцип с объектом. То есть, один раз написав, как выводить хьюмана, я просто говорю, аж один шоу-инфо, и все, он у меня про себя все расскажет. И еще один тонкий момент. Вот это плохой тон, то, что я только что сделал. Есть такой момент. Почему это плохой тон? Есть такое правило. Объект ничего не выводит, если это не объект, специализированный по выводу. Понятно? То есть, объект не должен сопровождаться операциями чтения записи. Кроме того, когда он специально для этого предназначен. То есть, если у меня объект, например, файл, логично, что он читает, записывает файлы. Если у меня объект там консоль, логично, что он выводит что-то в консоль. Но если у меня объект хьюман, совсем нелогично, что он выводит что-то в консоль. Есть еще один интересный момент. То есть, классическое именование метода, одного, на который хочу обратить внимание. Метод называется toString. Это классическое имя для метода, который должен превращать объект в строковое представление, пригодное, например, для вывода. Так просто договорились все программисты между собой в JavaScript. В некоторых языках это подразумевается, и этот метод можно, что называется, перегрузить. Об этом отдельная история о понятии перегрузки. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Ну, не сегодня, в смысле, а на следующем. Здесь просто я сделаю ретрун и верну строку, которую можно красиво вывести. И конкретной записью, корректной, вернее, записью, будет запись вот такая console.log.h1.toString. Вот это правильный подход. Вот это хороший тон. Понятно? Ну, не свойство, метод вызвали. Получили строку, результат тот же, но теперь объект у нас ничего не выводит. Это правильно. Это нужно запомнить раз и навсегда. Кстати, а мне вот интересно, сейчас я проверю. А может быть, шторм у нас не такой глупый? Так сказать. Ctrl-O. Нет. Все-таки шторм в этом плане еще немножко глупый. В JavaScript он не подсказывает таких вещей. Жалобы, предложения угрозны. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. Вот у нас есть Human, да? Давайте мы сделаем, что это у нас будет не просто Human, это у нас будет Student. Student. Здесь, соответственно, тоже будет выводиться слово Student. Здесь тоже Student. Я немножко переименую. Убедимся, работоспособность не поменялась. Работает, как и прежде. Я думаю, я включу кондиционер. Не против. А то, что-то здесь становится жарковато. университет. мы сделаем еще один класс. Function. Сейчас еще, чтобы правильно написать. Правильно написал, да? University. Что у нас есть у университета? Я думаю, название, правильно? То есть, для создания университета у него должно быть название. Мы сделаем this name равняется нижнее подчеркивание name. Я сделал так. Хотя, как я сказал, то есть, имена могут, например, совпадать. Можно вполне сделать вот так. Просто нужно понимать, что this name это мы добавляем новое свойство, потому что мы вызываем на this. а name это просто параметр, который перешел из-за него. Я так и оставлю, наверное. Пускай будет специально, чтобы вы видели и то, и другое. Теперь смотрите. У университета есть, наверное, студенты, которые в нем учатся. Правильно? Поэтому я делаю this, например, students равняется изначально пустой массив. Логично? Логично. Далее. Далее. мы сделаем следующее. Мы сделаем несколько методов. Возможность добавить студента. This add student. Добавить студента. Это у нас function. И что нам необходимо, чтобы добавить студента? Нам нужен студент. Правильно? То есть сюда я буду передавать студента. что я буду делать? Буду делать this, students, push и туда этого студента. Согласны? Хорошо. А теперь такой момент. А что если я не хочу добавлять двух одинаковых студентов? тогда мне нужно как-то проверять, есть ли такой студент в массиве. Можно это делать следующим образом. можно сделать если наш this students filter такой студент, что этот студент равен нашему переданному студенту. Да? Казалось бы логично. Но проблема в том, что объекты нельзя вот так вот просто взять и сравнить. Почему? Потому что банально программа не знает как их сравнивать. Что же нам делать? Как нам сравнить два объекта? Что? Неправильно. Неправильно. Мы должны по-хорошему предусмотреть метод, который будет их сравнивать. Я сделаю this equal to я назову или просто equal to или просто equals тоже классическое имя для подобного метода равняется function который будет принимать другого студента ст. И соответственно какое условие равенства студента? Равно имя и равна фамилия. Правильно? То есть я делаю return this name равно st name name говорю и this surname равно st surname да, подсказывает оно сейчас не очень хорошо, потому что мы же не знаем какого типа сюда что-то пришло, да? Это мы с вами знаем, что-то будет приходить студент. Так, как я уже говорил, лучше использовать тройное равное. То есть мы сделали метод, который вернет true, если объекты равны и false, если не равны. Согласны? Поэтому вот здесь вот правильно будет сказать если st equals нашему студенту. То есть отфильтровали по этому критерию, взяли length и он должен быть равен нулю. То есть не должно быть таких студентов, которые у нас равны нашему, которого мы добавляем. Понятно критерий? Таким образом мы взяли на себя часть, вернее на класс университет, часть сложной логики, отвечающую за проверку есть ли там уже такой студент, нужно ли его туда добавлять и так далее и тому подобное. Студент сам себя умеет сравнивать тоже. Полезный навык как бы нам нужно сравнивать целую сущность. Правда? Раз у нас есть добавить студентов, давайте мы сделаем еще один метод, простой для начала давайте, получить всех студентов. this get all students получить всех студентов function так, тут точка с запятой потеряна. Получить всех студентов. Он будет делать просто return this students согласны? А теперь давайте получим студентов по какой-то фамилии. Я сделаю this get students by давайте даже не по фамилии, а по части фамилии, то есть поиск по фамилии. By surname part назову. По части фамилии, да? Сюда соответственно я передаю surname part часть фамилии. Так, простите, у меня рефлекс писать скобки сразу после имени метода, потом объясню почему. пешпилом сам все объяснит, я вам скажу по-другому. Там немножко другой синтаксис, совсем другой синтаксис описания класса, но суть остается той же. Понимать, что это нужно уже сейчас. Ну так вот, как мы будем это делать? Мы сделаем return все так же с помощью фильтра. this students filter у нас будет соответственно фильтровать по какому критерию. студент такой, что студент name да index of наш name surname да surname index of surname part не равно минус единице то есть вот эта часть содержится внутри surname нашего студента. Эта запись всем понятна? это важный момент, то есть такие вещи надо уметь читать и понимать. Ну и соответственно применяем фильтр, возвращаем нужных нам студентов, у которых содержится эта часть имени. Понятно, что так будет гораздо проще просто вызвать этот метод и все. Давайте попробуем с этим поработать. Мы создадим университет let универ равняется new university как мы назовем университет step ok step теперь мы скажем универ добавить студента и туда я прям буду брать и добавлять прям new student согласны new student нам вернет новый объект и мы сразу его туда добавим потом я сделаю универ добавить студента добавлю туда еще вот такого студента давайте подобавляем побольше студентов кого мы добавим еще чтобы у нас немножко пересекали семена давайте будет просто Вася Вася какой Кушкин будет Вася Кушкин так нам надо было не Вася нам надо как раз было чтобы фамилия мы по фамилии ищем да нам хватит или кин да давайте попробуем найти по кусочку фамилии я сделаю let sts students равняется universe get students by surname part по части кин то есть все которые у нас содержат кин потом я здесь сделаю sts это у нас массив да for each for each такой студент что этого студента мы сделаем console log st и стринг запускаем нашло в кин да давайте усложним пускай здесь будет именно пупкин запускаем нашло именно того который нам нужен то есть в этом случае когда мы начинаем работать уже с самими объектами вся сложная логика уходит от нас так же самое когда мы работаем за стиральной машиной и нажимаем на кнопку так то есть мы уже не думаем о том что происходит внутри мы про это думаем когда мы создаем сами классы то есть мы об этом уже заранее подумали все предусмотрели а дальше просто пользуемся готовым достижением так сказать какие у вас тут есть вопросы вопросов нет да логика понятная давайте попробуем теперь соответственно чтобы вы сделали первые так сказать классы и возможности итак поехали давайте посмотрим на вашу задачу здесь я создам второй файлик для этой задачки new javascript файл назову его ну пускай будет true да второй javascript файл сразу сделаю так чтобы когда мы будем запускать запускался он чтобы я потом не сделал случай ошибок в этом плане я не запустил предыдущий файл итак здесь соответственно мы описываем первый класс первый класс у нас ассоциируется с самим измерением температуры поэтому мы делаем function measure измерение измерение описывается двумя вещами это комментариям и самим значением правильно то есть у нас будет value value и comment здесь мы можем сказать this value равняется value так и this comment равняется comment в свою очередь мы сделаем здесь метод toString который поможет нам потом красиво это все выводить так поэтому я здесь делаю this toString равняется function который делает return в принципе можно в любой форме но я просто сделаю return так наш comment плюс пробел двоеточие пробел плюс value подходит вот такой вот класс одного замера теперь мы сделаем класс список замеров measuring list так что характеризует measuring list ничего нет у него какой-то характеристики изначально это просто пустой список правильно поэтому ему не нужны параметры здесь мы скажем сразу что в нем у нас будет что да то есть замеры будут пустой массив ну да будет measures у нас будет measures замеры это будет пустой массив понятно сделаем метод добавления this add равняется function который будет принимать measure замер и будет делать что не пугайте меня так и будет делать что будет делать this measures push и ложить туда наш measure то есть добавлять наш замер в массив замеров ничего сложного получить последний add замеров this get last сюда перенимается n так соответственно get last равняется function он будет делать return this measures slice начиная от какого от this measures length минус n элемента и заканчивая концом поэтому можно не писать то какого все согласны get last есть this get avg last средняя последних тоже function от n и здесь все тоже достаточно тривиально и просто на самом деле мы должны вернуть сумму средних правильно то есть я делаю this get last n это я получил что массив последних n потом я говорю reduce так я все время забываю последовательности опыта лидер функции которая в нем будет ну и еще постараюсь вспомнить так предыдущая предыдущая элемент предыдущая инициализация такого элемента такие что элемент что мы берем у элемента значение правильно мы назвали value и плюс предыдущая а вторым параметром в reduce мы передаем что ну 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 главное что я их напутал местами по-моему вот так ну нет нет 0% а давайте сделаем так это я пишу пока не заборачивайтесь что это сейчас посмотрим параметры так previous value да то есть сначала callback от предыдущего текущего а потом уже начальное значение наоборот правильно вы сказали то есть сначала вот эта callback функция а потом 0 то есть и мы получим сумму правильно потом мы эту сумму разделим на n вот и будет середине арифметическое так что нам еще там надо было так новые средние очистить очистить очень просто this clear равняется function который скажет что this measures равняется пустой мотив очистили лаконично дальше изменить комментарий ному замеру this set comment равняется function номер замера и новый комментарий и что в свою очередь мы здесь делаем правильно this measures n comment равняется comment и усел все вот и все с вами добро что массив передает массив передает объект объекта два свойства да каждый элемент массива будет экземпляром вот этого класса то есть объектом созданным с помощью этого класса вот и все понятно как передача идет с уменьшением в смысле вопрос поставь жеремке мы изначально когда делаем клад первой вас мы туда передаем радио и кома да да смотрите когда я пишу new measure допустим там что то и что то вот это все есть объект хранящий вот эти вот данные то есть я могу спокойно написать там а равно этому всему и внутри а уже будет храниться вот эти два свойства это первое запись продолжается да а как вторая какая вторая так мы туда много запишем то есть добавляем но смотрите да давайте реализуем мы соответственно создаем measuring list let measuring list равняется new measuring list создали список потом мы в этот measuring list будем добавлять новые measure в которые мы передадим значение например 25 градусов там не знаю он ну а ла 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 до потом мы добавим туда второй замер 30 градусов фух третий замер минус 10 градусов Брррр пойдет то есть То есть мы их создаем вот здесь на лету. Вот это все есть созданный объект. То есть мне же не обязательно присваивать его переменно. Я могу его просто взять и куда-то отправить. Вот как я сделал здесь. Я его сразу отправляю. И он приходит, новосозданный объект вот сюда. Так. И записывается сразу же в this measures push. То есть добавляется в конец массива. Это связь с 21-го наставления? Связь в том, что внутри этого класса хранится массив объектов вот этого класса. Именно массив. То есть вот в этом массиве будут лежать экземпляры вот этого класса. Раз они в этом массиве, значит мы можем с ними работать, используя их свойства. Такие как свойства comment. Мы знаем, что оно есть у элементов этого массива. То есть это элемент массива, а у него есть комментарий. Понятно? Да, мы сейчас сделаем. Допустим, давайте сделаем сначала выводы. То есть я сделаю что? MeasuringList. Как я там назвал метод? Get. GetAll. GetAll. Да, вон. GetAll. ForEach. Такой элемент. То есть в этом массиве уже будут храниться объекты. Что мы будем делать? Console. Log. И у этого объекта, элемента, вызовем метод ToStream. Проверим, что они у нас вывелись. У нас ошибка. Нет у него метода GetAll. У него есть GetLast. Но ничего страшного. Мы используем метод GetLast и передадим туда 3. Сейчас. GetLast. 3 штуки. Вот они у нас, да? Наши замеры. То есть вот это создало объект еще раз. Да? Вызвался метод Add. Добавил его в массив Measures. Понятно этот момент? Ну, я с вами разговариваю. А мне не видно, что здесь. То есть вот, мы вызываем метод Add. Туда отправляем новый объект. Да. Он приходит вот сюда. Вот он, пришел. Мы этот новый объект положили в массив. То есть вот в этот массив. В этом массиве, соответственно, содержатся такие объекты. Потому что мы несколько раз вызываем Add. Он добавляет вот этот массив Measures. Созданный объект. Понятно? Потом. Когда мы работаем с этим массивом, каждый элемент массива уже является созданным ранее объектом типа Measure. Так? Ну вот, мы что-то Measure добавляем. New Measure, New Measure, New Measure добавляем. И поэтому, когда мы сюда, они приходят, мы их пушим в этот массив. Потом, когда мы получаем, мы получаем именно эти замеры. Когда мы считаем среднее, мы знаем, что у элемента будет свойство Value. Потому что мы туда ложим только Measures. Правильно? Когда мы меняем комментарий, мы знаем, что у него будет Comment. Потому что, опять же, это Measure лежит. Внутри массива. И когда мы здесь получаем элементы, мы знаем, что у него будет метод ToString. Опять же, потому что мы знаем, что в этом массиве, который внутри, хранятся Measures. Понятно? Хорошо. То есть, вот они вывелись. Теперь давайте попробуем поменять. Вы правильно сказали. Measure List. Set Comment. Например, замеру под номером 1. Изменим комментарий на Hello. Обратите внимание, у него был Foo. А кому мы поменяли? Что мне подсказывает, что я Comment написал неправильно. А больше у нас... Comment выставил это? Нет. Нет. А вот это уже интересно. А как это возможно? Видели такое? Я в шоке просто. На самом деле. С какой кстати оно не меняется. Не обязательно. Measure S N N E Z M E R. Да, без разницы. На самом деле, без разницы. Дело-то не в том, как мы к нему обращаемся. Видите, ничего не поменялось. Не поменялось. Не поменялось. То есть, обращаться можно и так, и так. Давайте в отладке прогуним. А то мне как-то страшно стало. Думаю, такого не может быть. Так. Measure S массивы с трех элементов. У каждого есть Value, Comment и DoString. После этого мы делаем F8. Ну, M нулю. Значит, нулевой элемент. Логично. Теперь проверяем. Measure S. Measure S. Поменял. Поменял. Хорошо. F8. Теперь. Заходим сюда, чтобы зайти вовнутрь. Вот такая стрелочка есть. Смотрю сейчас. Measure S. Все правильно. Так. Делаем шаг вперед. Так. Measure S. Все правильно. Все правильно. Не, вот комментарий, вот температура. А он не может нам где Last 3 выводить? А, то есть мы не возьмем. Да? Давайте я сделаю так. Let Last равняется. Я хочу посмотреть, чему будет равен этот Last. Я в шоке. Честно. Неадекватное поведение. Такого быть точно не должно. Так. Перезапускаем. Stop and Retro. Шаг вперед. F8. Посмотрим на этот Last. Все правильно. Все правильно. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. То есть пока мы их не перебираем, с ними все нормально. Сделаем вот так. И будем посмотреть, что же у нас приходит в этот E. Вот теперь это точно мистика. У него comment hello. Value 25. String, соответственно, вернее, toString метод. Это все хорошо. Я вас понял. Это все хорошо и прекрасно, но тогда вопрос возникает. Если здесь comment hello. Это просто я вылезу. Выглядится все нормально, я сейчас в этом уже уверен. До свидания. Запускаем. Ой, господи. Вы поняли подвох? Это же выведутся те comment и те value, которые были переданы в конструктор. Все очень просто. Вот. Кстати, как делаются простые ошибки и какие их последствия. Да. Бывает, к сожалению. Вот результат. То есть, видим, все поменялось. Все работает таки. Так, вопросы. Жалобы, предложения. На самом деле, сложного. Сложного ничего на самом деле нет. Просто надо к этому привыкнуть и понять. Это немножко уже другой уровень абстракции. Теперь мы уже думаем не просто о том, скажем так, как сделать маленькую задачу. А строим кирпичи для решения более крупных задач. То есть, появление класса measure дает нам возможность использовать эти измерения в других классах. Measure list уже тоже является объектом. И таких measure list потенциально программе можно создать сколько угодно. Построение объектов из более мелких в программировании принято называть композицией. Иногда агрегацией. Зависит от того, в каком контексте это, собственно, используется. То есть, у нас бывает массив. То есть, например, measuring list является собою массив замеров. Это называется агрегация. Когда это является множеством вот этих. А если мы говорим, что measuring list состоит из замера, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Это уже называется композиция. Понятная концепция? Так, вопросы. Есть какие-то? Нет, замечательно.